И, собственно, нужно добиваться... Я Заня! Итак, ребята, ну что, всем огромный привет, всем доброго времени суток, друзья. Мы сегодня находимся уже как раз-таки вот в других играх. Наконец-то я себе это могу позволить, потому что я себе недавно вновил процессор. И, собственно, процессор позволяет как бы поиграть в раздельные, да, такие игрушки, и в которых, собственно, можно немножко позабавиться. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку, лайк, подписку, так скажем. Ну что, игра у нас называется Octane Drift. Ну, там еще какой-то хик, хик. Короче, высок... высокая октана, блядь, дрифта. В общем, я поставил высокие, высочайшие, так скажем, настройки. Прикольно, вот прикольно, если честно. Графика... Обучением... Да. Блядь. Зачем в игре обучение? И зачем? Ладно. Нет, понятное дело, обучить игрока, да, нового, который пришел, собственно, играть. Но зачем так много? И зачем так вылазить прямо на экран? Ну, блядь, вы поняли. Тут еще и нельзя эти... ВСД управлять. Тут только на стрелочках. Но на стрелочках, сами понимаете, намного сложнее. Я научусь дрифтить. Я постараюсь, по крайней мере. Что? Ладно. Все. Мы сейчас, собственно, будем проходить это. Так, ладно. Тут у нас полностью обучение идет. Поэтому, ребята, давайте я лучше пройду это обучение. И, собственно, мы с вами продолжим. Так, ребята. Ребята, я уже нахожусь на седьмой метке, получается, да? Это седьмой... Нет, не седьмой. А, вот, седьмой чекпоинт. Что-то с задержкой, на самом деле, все считается. Очень, вот, на самом деле, неудобно использовать стрелки. Вот сейчас уже двадцатый год. Югуруха, ну, на самом деле, да, старенькая такая. Ну, есть такой уже, да? То есть, время ее вышло. Ну, на самом деле, да, если так подумать, то по факту прошло уже, ну, блин, очень много времени. И, как бы, она вроде как вышла в восемнадцатом году или даже семнадцатом, точно не знаю. Ну, и, как бы, на двадцатый год, на самом деле, ну, что могу сказать? Ну, блин, как-то все осталось, как-то все... Ну, не так, не так, да? То есть, по факту можно игрухи обновлять. Если они сделали даже такую игруху, то... Ну, сами подумайте логически, то могли бы сделать лучше. То есть, я проехал последний чекпоинт. И меня уже, блин, через несколько, там, лет перекинули уже как раз-таки в гараж. А, вот, блин, вот, было бы изначально даже все по-русски. Да, я могу, типа, выучить этот английский ебучий ради этих игр. Но я, вот, единственное, что понял, да, в начале игры, это хаймен. Все, давайте по этому пропускаем. Мне это неинтересно. Чек тюнинг. Так, что тут у нас по тюнингу есть? Мне сначала очень интересно, есть ли русский. Есть. Да, все, вот, теперь нормально. Мне нужно, выбери платформу и купи набор на подвеску. Так, мне нужен магазин. Так, платформа. Вроде как... Да, я понял. Платформа, получается, и мне нужна подвеска. Какую? Подвеска является одним из главных элементов автомобиля. Так, подготовленного на лидрифта включает в себя рычаги, пружины и амортизаторы. А влияет на центр тяжести автомобиля, геометрию, подвески, понятно. Пятно контакта и максимальный выворот колес. Так, получается, можно как-то набрасывать. Ну, покупать-то сразу, понятное дело, не надо. Но, в принципе, дорогая нам подвеска не нужна. Поэтому давайте купим за один. Хотя можно было быть... Ну, ладно, за один покупаем. Все, будет нормально. Так, мне надо купить ее. Как купить? А, вот. А, уже установлены, что ли? А, да. Он установлен. А как это купить? Как купить, блин? Вот тут немного непонятно. Возможно, нужно выбрать, я не знаю. Но, типа, в итоге, даже если вот гараж... Да просто отсюда выйти-то как? Во. Я вышел. Подвеска никак не изменилась. Тюнинг, подвеска. Необходимо улучшения. Бля. Так, платформа. Угу. Так, подвеска. Вот это я хочу, например, купить. Давайте купим. Ладно. Была-не-была. Но как купить? А, вот. О, я разобрался, пацаны. Все, теперь подвеску мы поставили. А, трансмиссия, двигатель, готовые наборы уже есть. Ну, ладно. Давайте тогда... Сейчас не будем по этому поводу заморачиваться. Так, аксессуары. Мне интересны аксессуары. Кстати, гоупрошку можно поставить или что это такое? А, это получается можно поставить куда-то камеру, и она будет куда-то снимать. Так, понял. А как отодвинуть? Купить камеру. Зачем она мне нужна-то? По сути, она, блин, какая-то опять же непонятная. Даже выйти не могу. Так. Как-то... Давайте, окей. Так, колеса. Колеса. Что тут? Модель дисков. Все диски. Фю. Фю. Так, что-то некрасиво как-то. Диаметр, ширина, эксклюзивные диски. Емааа. Так, я вот эти диски, кстати, могу купить. Давайте ебанем. Ладно, давайте купим. Вот, была-не была, покупаем. Вот, будет у нас сразу заряженная машина. У нас осталось 36 R-монет. Но я не знаю, как их по-другому назвать. Двигатель можно улучшить. А можно сразу готовый? Ладно. Порошневая группа. Ребята, вот. Ладно, если бы я шарил. Как сделать так, чтобы машина хуярила? Поршни. Давайте просто купим поршни. Я не знаю, честно. Я не знаю так. А, уровень. Ага. Мне они недоступны. Ну, в принципе, тут, походу, вообще нет. Так, ну, в принципе, по тюнингу у нас как бы все вроде как. Номер можно повесить, да? Угу. А как-то... Так, погодите. Это нам, получается, можно написать, что ли? Ооо. Так, если нам не дали в ники написать... Миша. Блин, а... А, 120. Они дорогие. Капец, у меня реакция. Передний бампер. Ну-ка. Что-то по переднему бамперу. А-а-а. Ну, так-то тут, на самом деле, все просто. Просто я не разобрался. И поэтому, как бы, начал бычить немного. Но это все дорого. Это все дорого. Поэтому нам это не подходит. Ну, хотя пороги можно всунуть. Ну, пусть будет. Пусть будет. Ладно, я понимаю. Но мне просто, по сути, как бы, даже... А сейчас тюнинг двигателя, он по факту недоступен. То есть, так, споли-рок. Вот можно споли-рок засунуть. Так, у нас дефолтный, его нету. То есть, да, можно даже... Давайте купим. Пусть будет. Я не знаю. Да, я ее заколхозил, но можно сейчас по покраске. Я хочу покраску винила. Вот. Создать винил? Тут есть, но я создаю. Хочу. Хочу создать винил. Так, у меня есть группы. Вот она. Сохранить. А-а-а. Тут еще. Ну, что все платно-то, а? Серьезно, что ли? Это все за деньги? Нахуй я это делал тогда? Это обидно так-то, на самом деле. Пиздец. Ладно, давайте тогда выйдем отсюда. Не нравится мне это. Винилы. А готовые винилы? Он один стоит. Ну, пусть будет он. Ладно. Все, устанавливаю. Все. Спасибо. Поехали. Дрифтить теперь, а? Наконец-таки. Все, я устал. Давайте фан-сув. Я не знаю. Присоединиться. Кстати, в онлайне можно кататься. Ничего себе. Слушайте, это прикольно. Вот, единственное, вот, надо разобраться с управлением. Потому что на стрелочках я никогда в жизни не любил и не умел дрифтить и дали вообще просто ездить. Так, тут люди вон что-то хуярятся, нет? Давайте с людьми покатаемся. Ну, что, пацаны, я эксклюзивные диски купил нахуй. Я охуенный? Я, 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 вправду, заебись. А, так, такие есть уже тачки. Только у меня заколхозано. 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 В смысле авто, блядь? А, ну да. Переключай скорость дебюска. Давайте просто попробуем сейчас подрифтить. Попробуем что-нибудь повыдавать. Я не знаю, просто нужно сейчас как-то, ну серьезно, приучиться что ли. Я не знаю, вот в некоторых играх физика всегда будет разная. То есть в одной или нужно, или точнее не нужно на ручник нажимать, в какой-то нужно поджимать. А тут, получается, если ты просто едешь и вывернешь колесо, она не будет дрифтить. Тебе нужно вывернуть колесо, дать ручника, и потом она уже пойдет боком. То, в принципе, как в реальной жизни, да, и, ну просто в самой игрухе. То есть, ну как бы, игру с жизнью тоже сравнивать не нужно. Но вот лично мне неудобно. Вот для меня это вообще неудобно сделано. Ну прям управление вообще максимально не по теме, если честно. Сука, мне показалось, что я уже буду дрифтить. Но я вот сколько раз говорил, что я не умею дрифтить. Ну-ка, давайте зайдем в управление попробуем. Качество изображений, качество деталей. Вернусь в гараж. Я орну, если меня сейчас было слышно. Потому что я увидел какую-то в менюшке, то, что там какой-то голосовой чат был. Я орну, если меня слышат. Вот, что мне надо было. Вот, что я просил. Вот, что я просил. Вот сейчас, вот сейчас. Просто посмотрите. Вот сейчас я буду профессионал. Профишинал. И все. Вот больше ничего не нужно. Мне кажется, нихуя не изменилось, да? Но, блин, мощности не хватает или что, я не знаю. Ну вот попроще стало, согласитесь. Покрасивее стало идти. Нихуя. Оп. Ой. Оп. Давай, 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 давай. Я рулю, нахуй. Я не знаю, может, как-то камера зависит, нет? Все что-нибудь прикольное сделаем. Я орну, если меня слышно. Меня слышно? Молчат. Значит, не слышно, блядь. Ну, ахуй, пошел. Так, я снова с вами. Я снова тут. Я не отсоединялся. Так, ну, вот. Вот я еще раз говорю. Сука, я вообще не могу ничего говорить. С этим управлением на клавиатуре VSD. А, получается. Ну, вроде так. Я подумал, кто-то зашел. Вот с этим управлением как раз-таки удобнее. Намного удобнее. То есть я вот сейчас с одной рукой. Вот, еду. Все нормально. То есть никаких движений нету. Таких. Ну, можно притрачиться, согласитесь. Но просто, сука, немощная машина. Надо ее улучшать. Надо проходить миссии, задания и так далее. А как заработать быстро? А как заработать быстро денег? И поднять уровень? Я не знаю, честно. Ну, понятное дело, это не кататься в онлайне, где ты ничего не добился. И, собственно, нужно добиваться. Выйдите отсюда. Выйди отсюда. В общем-то, я на самом деле не ожидал, что игра кончится настолько быстро. Насколько это можно было просто себе представить. Но из-за того, что машина в ремонте, я, собственно, не могу сейчас никуда выехать. А машину с ремонта я не могу забрать, потому что кнопка недоступна, потому что машина в ремонте. Ладно, я мог бы подождать, но время нельзя тратить. Я качаю еще для вас игрухи, в которые можно было бы поиграть, в которые можно было бы проходить. Поэтому, если вам понравилась данная вступительная серия по играм, то обязательно полепите в кусик и обязательно пишите свой комментарий. С вами был я, Мишаня. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok